здравствуйте меня зовут Петренко Анатолий Владимирович давайте продолжим наш интернет проект изучаем ПЛК-контроллеры и сегодня попробуем подключить нашему ПЛК-контроллеру OVEN 100KM преобразователь частоты дельта для этого нам понадобится кабелечек для подсоединения ПЛК-контроллера к преобразователю частоты дельта вот у нас здесь есть распиновка интерфейса RS-485 дельта я сделал следующим образом на данный момент у меня преобразователь частоты подключен к преобразователю USB в RS-485 я сделал кабелечек вот у меня китайский преобразователь USB в RS-485 на нем два выхода обозначены как выход B и выход A выход B я подключил сюда вот на четвертую ножку а выход A подключил на пятую ножку с помощью данного кабеля я сейчас подключим преобразователь частоты дельта к RS-485 у этого преобразователя преобразователь частоты включен дальше давайте зайдем в пуск все программы и запустим такую интересную программку с ее помощью мы подготовим наш преобразователь частоты к подключению к полка контроллеру вот здесь у нас такая интересная программка запускаем ее с ее помощью мы сможем настраивать преобразователь частоты дельта здесь у нас в вечере устройств обозначен наш преобразователь USB в RS-485 вот он у нас как COM3 щелкаем по нему два раза левая кнопка мыши параметры порта смотрим скорость и все настроить оставляем их такими нажимаем ОК это у нас после установки драйвера так обозначился подключенный по USB ПЛК контроллер ПЛК в ТК ОВИНОС контроллер давайте теперь попробуем подключиться к нашему ПЛК контроллеру нажимаем вернее патрон подключиться к нашему преобразователь частоты дельта нажимаем здесь левая кнопка мыши два раза появляется такое окошечко и вот здесь устанавливаем по умолчанию заводские настройки сейчас у меня преобразователь частоты настроен на заводские настройки я сбросил настройку на заводские все настройки которые раньше делал они сбросились к заводским здесь указываем COM порт 3 с помощью преобразователя USB WS485 могу подключаться интерфейс WS485 преобразователь частоты здесь мы оказываем ASCII 9600 скорость здесь 7, N2 это у нас по умолчанию заводские настройки вот если мы возьмем инструкцию по подключению склада то это у нас устанавливаются настройки протокола вот параметр 0904 0904 0904 здесь у нас в заводские настройки здесь будет 0 стоит дальше давайте сделаем следующее нажмем ТЕСТ вот мы подключились к нашему преобразователю частоты нажимаем ОК да перейти в режим онлайн здесь у нас сразу же высвечивается что у нас преобразователь VFD-E версия программы 2.15 киловатт и 7.5 напряжение 460 вольт 18 ампель давайте зайдем сюда и сделаем русский язык перейдем на русский язык что мы можем сделать дальше мы можем запустить пульт вот если мы нажмем здесь прог мы перейдем в режим программирования вот допустим если мы сейчас снова сбросим наш частотный преобразователь к заводским настройкам здесь вот выберем параметр параметр 0.0-0.2 и мы должны записать в него девяточку здесь щелкаем по карандашу потом сразу перейдем к параметру 3.0.8 в этом параметре отключим работу вентилятора охлаждения сделаем так введем там двоечку сделаем так чтобы он работал только в том случае когда преобразователь частоты на выходе преобразователь частоты появляется напряжение и двигатель вращается давайте здесь ставим девяточку сбрасываем к заводским настройкам нажимаем ok записать частотный преобразователь вернулся к заводским настройкам дальше нажимаем прок здесь параметры выбираем 3.0.8 и редактировано записываем двоечку здесь теперь у нас частотный преобразователь будет работать вернее вентилятор охлаждения частоты преобразователя будет работать только когда будет частотный преобразователь запущен в режиме работы давайте попробуем перевести наш частотный преобразователь в режим работа нажимаем ран у нас не получается почему не получается потому что нам нужно задать следующий параметр вот у нас инструкция по преобразователю частоты и нам нужно задать следующий параметр давайте зайдем на страницу 59 нажмем Enter вот у нас 59 страница сейчас секундочку в инструкции по программированию преобразовательной частоты так что-то у меня случилось на моем оба-ридера ничего не видно ну давайте зайдем в пуск мой компьютер и откроем еще раз инструкцию так что-то и 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 Так, инструкция у меня почему-то не открывается, а вот она открылась. Попробуем зайти на 59-ю страницу, так, 59, Enter, ага, сейчас, секундочку, и вот здесь у нас таблица параметров, и давайте выберем, посмотрим параметр, параметр 0,2,0, первый источник задания выходной частоты. Давайте выберем, так, интерфейс RS-485, сейчас параметр, здесь у нас будет параметр нам нужен 0,2,0, и здесь нам нужно ввести четверочку. Четверочку, нажимаем ОК, записать. Так, теперь выходим из режима программирования, и вот смотрим, это мы поменяли настройки, с помощью них мы, теперь у нас должна появиться возможность регулировать, вернее, вот у нас настаивать задание. Так, это у нас первый источник задания выходной частоты. Четверка, это потенциометр, нужно поставить тройку. Еще раз заходим в программу, параметр 0,2,0, ставим тройку. Вот, потому что это поставить четверку, мне не получалось в прошлый раз отредактировать задание частоты. Вот, выходим, нажимаем ОК, и теперь пробуем перемещать. Вот, перемещаем этот движочек на преобразователь частоты, задание частоты меняется. Давайте зайдем снова в программу. Теперь выберем параметр 0,2,0,1, и здесь, вот инструкции, это у нас первый источник команды управления приводом. И давайте выберем четверочку, интерфейс, нет, снова троечка, интерфейс RS-485, кнопки активные ставим, троечку введем. Нажимаем на карандашик, и здесь троечку, ОК. ОК. Теперь у нас должны работать кнопки пуск, стоп. Выходим из режима программирования. Вот, мы можем наблюдать частоту, заданную частоту, частоту на выходе и ток. Нажимаем кнопку Run. Частотник у нас запускается. Нажимаем Стоп. Частотник у нас останавливается. Ну, для того, чтобы подключиться к Паука контроллера, нам нужно произвести дополнительные настройки. Снова считаем инструкцию. Вот, допустим, инструкция по подключению частот, как SCADA системе. Помимо вот этих измененных параметров 0.2.0.0.0.0.1, нам нужно еще сделать, присвоить адрес нашему преобразователь частоты, установить скорость данных и установить настройки протокола. И давайте попробуем сделать следующее. Вот у нас для того, чтобы нам установить скорость, нужно поставить единичку. Скорость передачи данных 9600. Параметр 0901. Нажимаем кнопку Программа. Выбираем параметр 0901. И вот у нас уже стоит единичка. Значит у нас скорость 9600. Дальше настраиваем параметр настройки протокола. Здесь нам нужно шестерочку поставить по умолчанию. По-моему у нас 0. Параметр 904. 904. Да, по умолчанию 0. Нажимаем карандашик. Здесь ставим, согласно нашей инструкции, шестерочку. Ставим шестерочку. Нажимаем ОК. Записать. Связь потеряли. Поскольку поменяли настройки связи, соединения, то здесь заходим снова. Да, хотим поменять. Вот нажимаем левая кнопка мыши на этот значок. Нет, не буду менять. Так, нажимаем два раза левая кнопка мыши и здесь вот настраиваем параметры. Параметры РТУ у нас здесь будет. РТУ. Компорт 3. Также скорость та же. Но вот здесь у нас будет. Давайте зайдем в инструкцию по эксплуатации. Так. И у нас найдем этот параметр 904. Так, вот у нас параметр 904, да? Мы выбрали 6. Шестерочку. Значит у нас будут следующие настройки. Так, здесь мы вводим 8. Все правильно. Дальше 8, 0, 1. Учетность отсутствует и здесь 1. Тест. Снова связь восстановлена. Мы поменяли связь для того, чтобы подключиться к нашему ПК-контроллеру по интерфейсу RS-485. Нажимаем ОК. Да, режим онлайн установить. Снова параметры нашего частотника. Нажимаем Run. Частотник запускается. Связь восстановлена. Нажимаем Stop. Частотник останавливается. Нажимаем Run. И увеличиваем скорость. Нажимаем Stop. Пока закрываем. Можем посмотреть параметры. Вот нажали на вкладку параметры. Снова параметры. И считать параметры из привода. И потом мы можем их сохранить. Допустим в текстовом формате. В формате текст. Вот здесь высвечиваются эти параметры. Расшифровку этих параметров мы можем подсчитать в дополнительной инструкции. Вот как раз скорость передачи данных. Вот наши параметры как и сейчас записаны. Частотники. Можем поменять. Допустим вот. Выделить. Поставить галочку. Вот где галочка не ставится. Те параметры у нас только для чтения. То есть менять мы их не можем. Вот. Можем поставить галочку. Допустим вот тот же наш параметр 0 2 2 0. Вот здесь у нас адреса мат баз регистров. Вот здесь троечка у нас. Выбор. Можем здесь поменять при необходимости. Выбираем. Вот нажимаем здесь. Можем редактировать. Но пока не будем редактировать. Нажимаем в левую кнопку мыши. Можем редактировать. Пока не будем редактировать. Закрываем. Убираем галочку. Можем вот сохранить при необходимости. Сохранить. Таблицы из привода. Ок. Вот формат. TXT. Ок. И вот куда сохранить мои документы. И там допустим любую английскую букву пока напишу. И сохраняю. Дальше закроем пока. Можем посмотреть на монитор. Здесь вот пульт. И запустить наш частотник в работу. Здесь у нас частота. Нажимаем старт. И наблюдаем нашу частоту. Нажали старт. Нажимаем старт. Пока остановим частотник. Вот у нас тренд есть. На тренде мы тоже можем наблюдать частоту. Нажимаем старт. Пульт. И запустим наш частотник. Вот здесь у нас установлена частота. Можем менять. Нажмем пока стоп. Частотник остановится. Заданная частота пока сделана где-то 25. 5. Стоп. Ну вот такая интересная программка. Здесь довольно много функций. Вот мы можем понаблюдать тренды. Пульт. Запустить наш частотник. Старт. И вот наблюдаем здесь значения. О тех значениях, которые мы здесь можем наблюдать, поговорим уже в следующий раз. И нажимаем стоп. Частотник останавливается. Ну вот мы произвели предварительные настройки. Теперь можем попробовать написать программу. Вот еще у нас адреса MatBas. Но потом мы о них поговорим. Сейчас зайдем в инструкцию. Так, здесь у меня на флешке, наверное, какие-то проблемы у меня с флешкой. Здесь нам нужно отобразить страничку 180. Там у нас должны быть адреса MatBas. Нажимаем Enter. И вот у нас адреса MatBas. Здесь, видите, у нас регистр 2000. H обозначает то, что это у нас в формате 16-ти речной системы исчисления. И вот у нас с помощью этих регистров мы уже, наверное, следующее видео напишем программку и будем с помощью этих регистров управлять. Чтобы не получилось очень большое видео, это видео пока завершим. В следующем видео напишем программку в кодосис для ПЛК-контроллера OWIN. Предварительно мы преобразователь частоты уже настроили. Теперь в школе и пересв DNA кодот, как и наenfranchise, и вstanшет статью пожарим для ПЛК-контроль. Опять учени чINE в последние часа тоже запено. Допро-про vib慢 D tell you. И вытащим парот, вчто macht отAny Color. Продолжение следует...